Медовый торт Незабываемое впечатление Тогда давайте готовить Вместе со мной В приготовлении этого медовика Ничего сложного нет Справится с этим рецептом Даже начинающий кондитер В глубокую миску Отправляю 3 средних яйца Добавляю Чайную ложку соли Я использую розовую соль Если будете использовать Йодированную соль Тогда добавьте пол чайной ложки Два пакетика ванильного сахара В каждом пакетике По 8 грамм 125 грамм сахарного песка Всё это хорошо перемешиваю С помощью венчика Добавляю 250 грамм Растопленного сливочного масла 220 грамм Натурального меда Как только все продукты Хорошенько соединились Добавляю 650 грамм Просеянной муки Поверх муки Высыпаю пакетик разрыхлителя В пакетике 16 грамм Замешиваю тесто Вот посмотрите В итоге получается Такое очень тяжёлое Густое Липнущее тесто Во время растойки Оно станет намного гуще Тесто мукой Не забивайте Пока отдыхает тесто Приготовим заварной крем Для крема мне понадобится 250 грамм сахара 3 пакетика ванили Ванильного сахара 100 грамм Кукурузного крахмала Столовая ложка муки Чайная ложка розовой соли Сверху ложечка Всё хорошо перемешиваю Как только сухие продукты Перемешались Добавляю сюда 375 миллилитров сливок Сливки 30% жирности Добавляю 3 средних яйца 1 литр 200 миллилитров Холодного молока Теперь всю эту массу Нужно будет процедить И вот у меня в чашку Ещё не вместилось 200 миллилитров молока Содержимое кастрюли Ставлю на плиту Процеженная заварная основа Перед варкой Получается Очень однородная Крем нежный Без единого комочка И вот теперь При постоянном помешивании Довожу крем До кипения И после закипания Провариваю Где-то около Трёх минут Мука И крахмал В креме Должны Хорошо заварить Для приготовления заварных кремов Старайтесь выбирать Толстостенную посуду Если крем Чуть-чуть подгорит Всё Вкус его будет Испорчен Поэтому Рекомендую Рекомендую Не отходить От плиты Во время варки Крема Мешать его Крем после закипания Проваривала Около трёх минут Теперь добавляю Сюда 185 грамм Сливочного масла И продолжаю Где-то Около Двух минут Заваривать крем Крем должен Стать Однородным Масло должно Полностью Вмешаться В крем Его не должно Быть в креме Видно И вот Теперь Ещё Закрепим После закипания Крем Проваривала На умеренной Температуре Около Трёх минут И вообще Варка Крема Вся На умеренной Температуре Потом Добавила 185 грамм Сливочного Масла И проварила Ещё Ровно Две Минуты Посмотрите В итоге У нас Получился Вот такой Однородный Очень нежный Крем Как только Крем Остынет Он станет Намного Гуще Получится Такой Плотный По своей Структуре Для того Чтобы Крем Во время Остывания Не покрылся Корочкой Я его Буду Периодически Помешивать Друзья Друзья Посмотрите Крем Остыл Получился Он Очень Плотный По своему Составу Тесто Тесто Загустело В работе С тестом Практически Не требуется Мука Посмотрите Тесто Очень Эластичное Не Липнет К рукам Корж Раскатываем На Пекарской Бумаге Старайтесь Тесто Не Забивать Мукой Толщина Коржа Приблизительно 3 Миллиметра Раскатываем Беру Крышку Диаметром 24 Сантиметра И Вырезаю Круг Коржи Буду Выпекать В заранее Разогретой Духовке На 180 Градусов Пеку До Золотистого Цвета Вилочкой Коржи Не Рекомендую Накалывать Они Будут Пропекаться И так Равномерно Вот Давайте Ещё Поближе К камере Поднесу Кусочек Посмотрите Какое Эластичное Тесто И Вот Таким Образом Буду Поступать Пока Не Перепеку Всё Тесто Все Коржи Пеку В режиме Верх И Низ Без Конвекции На Выпечку Коржа У меня Уходит Где-то Около 7 Минут Первый Корж Готов Посмотрите Какой Красивый Он У нас Получился Румяный Золотистый И Теперь Корж Я Укладываю На Плоскую Поверхность И Даю Ему Хорошенько Остыть Из Приготовленного Количества Теста У меня Получилось 10 Коржей 11 Корж Пойдёт На Обсыпку Торта Корж Остудился Положила В пакетик И прокатала Скалочкой Получилась Вот такая Меленькая Крошечка На плоское Блюдо Укладываю Небольшое Количество Крема Крема Не Жалеем Торт Должен Быть Хорошо Пропитанный Посмотрите Крем Не Растекается Плотно Ложится На Корже На Каждый Корж Приблизительно Уходит 3 Столовые Ложки Полные Крема 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 тортик собирается очень просто и быстро пока торта тоже нужно будет хорошенько смазать кремом украшение стандартное обычное обсыпаем верхушку и баком крошечкой готовому торту нужно будет дать еще хорошенько охладиться пропитаться изначально отправляю в хорошо проветриваемое помещение приблизительно на два часа а потом отправляю в холодильник торт очень нежно по своему составу и имеет способность впитывать посторонние запахи поэтому рекомендую тортик герметично сверху накрывать чтобы он был полностью закрытый торт пропитывался где-то около пяти часов и давайте вместе посмотрим что у нас получилось посмотрите как красиво торт тортик смотрится в разрезе получается он в меру сладкий с приятным медовым ароматом я уверена что вкус медовика понравится всем без исключения поэтому непременно пеките удивляйте своих родных и близких этим потрясающим вкусом на сегодня все всем пока и до следующих встреч в новом видео